Церковь такая, такая черепаха добрая, которая вот постепенно идет, идет. В 13 лет я церковь считал тюрьмой, просто, где ничего нельзя, кругом сплошные запреты. Отец Роман не скрывает, что подписан на Юрия Дудя, Данила Поперечного. Батюшка скорбит о смерти Децла и радуется свободе Эрика Давидовича. В интернете он известен как «несвятой батюшка». Роман Неверов ведет свой канал на ютубе, записывает видео для братьев и сестер. На интервью к нему уже приходили православный гинеколог, знаменитый морж Владимир Зеленецкий, арт-критик Вадим Климов. А девушка говорить будет? Ну, если вопрос дойдет до этого, можно будет об этом поговорить. У нас дети стали более больными, они не выдерживают тяжести родов. Но все это не ради хайпа. Отец Роман говорит, молодежь не должна думать, что священники – это какие-то боги. Они обычные люди со своими слабостями, искушениями. И да, они пользуются интернетом. У меня, конечно, есть слабости. У меня жена трое детей. Только если взять на будни, ну, не хватает, бывает даже зачастую терпения. Я так же, как и молодые люди, ходил в клубы, вел абсолютно такой же простой молодежный образ жизни. Абсолютно такой же. Канал «Несвятой батюшка» мягко сказать нравится не всем в Барнаульской епархии. Многие считают, что журналистика, да и в целом медиа – это все от лукавого. Отец Роман с этим не согласен. Служители церкви могут вести соцсети, общаться с подписчиками, при этом доносить доброе и светлое, чем батюшка и занимается. Люди не ходят в церковь, что она вот архаична, замкнута, закрыта и не дает возможности пустить что-то новое. Это отношения, эти мысли, они перейдут к молодежи, и тогда мы вообще всех потеряем. Большую часть жизни отец Роман уже посвятил религии, служению, но так и не нашел для себя ответа на многие вопросы. Блогер признается, если бы он брал интервью у Бога, задал бы свой главный вопрос. Почему зло на земле так сильно? Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком.